В маршруте по Норвегии мы запланировали посетить уникальное чудо природы – ледник Нигардсбрин. 487 квадратных километров – это площадь самого большого ледника материковой Европы, один из 50 рукавов которого называется Нигардсбрин. Как вы видите по анонсу, на ледник мы взобрались, вооруженные кирками и кошками. Но перед тем, как это случилось, я два раза умерла от страха и три раза воскресла. Я не такая человек, я вообще писатель, я вообще люблю придумывать, как красивые истории. Я не очень люблю этот экстрим. Понять объемы цифрами сложно. Для сравнения, его площадь равна размеру Андорры – целой страны. На фото – скриншот гугл-карты. Красным очерчено озеро, которое вы только что видели. Остальное – ледник. У подножия ледника талые воды образуют великолепное бирюзовое озеро, из которого вытекает река. Нигардсбрин – самый известный голубой ледник и самый красивый. Все знают, что ледники тают. Вот эта река – яркое тому подтверждение. Поселиться решили в кемпинге с одноименным названием. После Лирдальского тоннеля Ставкирок и Красот Природы прибыли поздно вечером. Нашли место в дальнем углу у самой реки. Утром 2 августа мы отправились в это необычное путешествие на ледник. Чтобы проехать на ледник, надо оплатить парковку. Пять золотых, у меня четыре серебряных. Каринка приболела. Дождь в Бергене не прошел мимо. Поэтому в этой серии мы будем вдвоем. Температура на леднике летом около плюс 5 градусов. Там наверху сильный ветер, поэтому мы в термокостюмах и флисовых кофтах. 80 нольвежских крон. Это сколько в гривнах? 235. Обратно выезжать не надо. Ничего туда никуда всовывать. Он открывает автоматически. И вот мы едем 3 километра к точке парковки у ледника. Ледник образовался под воздействием большого количества осадков и низкой температуры воздуха. Иногда его называют «тающая вечность». Его возраст около 2,5 миллионов лет. На ярком солнце ледник играет всеми оттенками голубого цвета, словно гигантский бриллиант. Из-за огромного веса лед спрессовывается, а микроскопически замороженные кристаллики воздуха вытесняются. Лед становится сплошным и монолитным, а лучи солнца, преломляясь, красят ледник в цвет морских глубин. В первой половине 18 века ледник сильно расширился из-за холодной погоды и продвинулся вперед на 4 километра, полностью накрыв собой ферму Нигард. Отсюда и возникло название ледника. В 1939 году, в связи с потеплением климата, ледник остановился в росте. Восхождение без специально обученного гида запрещается. Мы присоединились к англоязычной группе. Сижу в машине, разглядываю туристов. Они улыбаются и мажутся солнцезащитным кремом, словно собираются на пляж, а не навстречу опасности. Словно забыли, что ледник способен потопить Титаник. Что он тогда может сделать с человеком? После языка тролля это будет следующая эпоха гигабайтов фотографий и мой личный подвиг. Вы думаете, я бесстрашный человек? Нет. 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 Вы смотрели фильм Эверест? Видели, как герои поднимаются по льду в гору? Вот точно так же поход на ледник Нигарцбрин представляла и я. Особенно, когда увидела все эти кирки и кошки. Жутко боялась и переживала. Воображение рисует кадры из фильма Эверест. И ничего с этим не сделать. Как это одевать? Как ползти по льду? Как? Мы подъехали к леднику. Я, блин, сижу и не могу выйти из машины. Я жутко боюсь. Вы, конечно, будете потом смотреть все в монтажной склейке и увидите, страшно это или нет. Но сейчас, когда мы только сюда подъехали, и я смотрю на этот ледник, и вышла группа, которая ушла перед нами. Им выдали ледорубы, кошки. У них инструктор говорит на английском языке. Вот так все быстро рассказал. И группа отчалила. Я не столько... Короче, я боюсь. Я не смелый человек. Я не из тех, кто ходит в горы, любит таскать на себе тяжести, преодолевать какие-то препятствия. Нет. Но я понимаю, если мы уже сюда приехали, это крупнейшая какая-то фигня. Ее надо посетить. И не просто на нее посмотреть или на лодочке покататься там по озеру, знаете, там, тур для восьмилетних детей. Надо как-то прочувствовать. Мы взяли вот термобелье, и шапки, и рукавицы, блин, все взяли для этого. Ну, блин, я боюсь. Надо удержать собственный вес на этом ледорубе. Еще я боюсь, что мы тупо не поймем, что нам говорит инструктор. Он уйдет где-то вперед, он будет в группе что-то говорить. Остается только смотреть и за всеми повторять. Потому что с нашим уровнем английского мы с трудом вообще билеты купили. Что всего полтора часа на леднике, и весь тур занимает 4 часа. Мне страшно, мне страшно, мне страшно. Я призналась, дяденька, что я боюсь, а он спрашивает меня. Ну, потом спросила, откуда я, говорю, из Украины, и он поздравил с новым президентом. А чего ты боишься? Я боюсь этого всего вообще. Как это, махать вот этой киркой, цепляться, врезаться в снег, подтягиваться на собственном весе, ползти по отвесной скале. Как это вообще? Я очень боюсь вообще. Я очень боюсь. Мне кажется, я сейчас умру от страха. Представляете, мне выдали уже ледорубу. Я или ледорубу. Это как вообще? Мне очень страшно. Одно успокаивает, что у нас в команде есть русскоязычные пенсионерки. И я очень надеюсь, что если это туристическая европейская фигня, то она не очень сложная. А еще нам сказали взять перчатки. Мы типа взяли сначала свои, но здесь надо вот такие брать. Сейчас покажу. Господи, мне даже тяжело это уже нести. Вот. Такие перчатки. И они вообще там б-у-у. И типа они не будут скользить по снегу, хотя они уже скользят по моей руке. Смотрите. Как я там выживу? Как я выживу на леднике? Тебя прямо на неделю туда закидывают с вертолета. На полтора часа. Мне страшно. Ледник постоянно меняется, увеличивается и уменьшается в размерах. Движется, меняет цвет и форму. В леднике могут быть трещины, которые не видны под слоем снега или тонкого льда. Поэтому прогулка по поверхности без гида может таить себе смертельную опасность. Нигарсбрин пользуется популярностью среди туристов, являясь частью одного из самых легкодоступных ледников на планете. Каждое утро смотрители национального парка Юстедаль нарезают в леднике ступеньки для облегчения восхождения на него. Из-за активного таяния ледник потерял уже около 100 метров своей толщины. Однако периодические заморозки и выпадающие осадки понемногу восстанавливают Нигарсбрин. Есть несколько маршрутов по леднику. Простой, средней сложности и маршрут для опытных альпинистов. Билеты можно купить в инфоцентре. Мы выбрали простой 4-часовой маршрут. Отдали 120 евро за двоих. Какой у нас молоденький проводник. Он там хоть бывал? Слишком молодой. Хотя бы раз. О боже мой. Уже экстрим начинается прямо сейчас. Нам не хватает места. С нами два инструктора. Один молодой, один постарший. Все идут с одним инструктором, а наши други упадут с двумя. Из-за того, что НАТО сильно боится. Да, еще у нас девушка-водитель вообще-то. Этого крейсера «Авроры». Семь минут на лодке и мы у ледника. Ветер крепчает. Слово инструктора уже не слышно. Один идет впереди, другой замыкает группу. Всем добрый день. Подписывайтесь. из-за сильного ветра мы не слышим друг друга не слышно инструктора позади осталось озеро и все ближе ледяная глыба нам выдали специальное снаряжение мы пытались разобраться как его на себя одеть и закрепить совет если не знаешь как смотри как это делают другие туристы потом инструктор демонстрировал как обувать кошки с ними оказалось сложнее чем с желтыми дырявыми трусами но мы справились разобрались как пользоваться ледорубами на левую сторону прикрепили веревку она связывает всех участников команды так мы привязаны нас кошки мы взбираемся на ледник подбираемся все ближе и ближе к леднику такие сложные тропы начинаются пока мы шли по каменистому платок леднику страх рассеивался северная природа укрощенная человеком покоряла своим размахом и красотой эверест потихоньку отступает но я пока не понимаю как мне удастся зависнуть на ледорубе этом стремненьком топорике и удержать собственный вес обещаю сама себе если выживу заняться спортом и накачать руки для таких вот подвигов в путешествии таяние ледников это не шутка посмотрите как он тает он же плачет бедный с него столько потоков воды выходит посмотрите посмотрите ой как страшно если честно идем по еду а там вода течет течет и где-то вверх избираемся он говорит здесь внизу есть система подземных тоннелей если сюда нырнуть то можно вынырнуть в той реке почему ледник голубого цвета выпавший снег под сменой температуры превращается в фирму а затем в лед отрицательная температура под давлением массы снега уменьшает его пористость плюсовая температура вызывает процесс таяния снега эти поочередные процессы и являются строителями колоссальной ледяной массы удивительно голубой окраски для черного льда ветер сбивает с ног тающие льды оказались очень скользкими и твердыми чтобы вцепиться окошками или пробить верхнюю корку ледорубом нужно иметь недюжую силу здесь стоя наверху и придерживая от ветра кепку не верилось что где-то там внизу осталось 2 августа и вполне теплое норвежское лето страшно и интересно группа максимально утеплилась и инструктор повел нас еще выше и 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 из-за сильного ветра не слышно что я говорю в целом это того стоит поверьте ты видишь вековые трещины на леднике явление глобальное потепление преодолеваешь свой страх сомнения цепляешься кошками и ледорубом за ледник словно вот этот кусок голубой глыбы и есть твоя жизнь и тебе нужно на нем как-то удержаться чувствуешь прикосновение вечности к чему-то громадному и нереальному он лежит здесь два с половиной миллиона лет представляете сегодня 2 августа 19-го года что сказать ощущения фантастические словами не передать надо прочувствовать увидеть черный налет сверху это наша с вами экология продукты горения и выбросы в атмосферу отлетающие на многие тысячи километров каждый год снега выпадает такое количество что в итоге получается два метра нового льда а летом ледник тает и сползает вниз превращаясь в реки но самые страшные последствия экологической катастрофы мы узнали в конце своего восхождения сейчас дают те слои льда которые сформировались весной и летом 1986 года и оголяют радиационные чернобыльские осадки которые оставили свой след по всей европе поверьте слова чернобыль и украина мы расслышали и поняли врезаешься в ледяную корку на каждом шаге и даже не верится что внизу толщина размером с пятиэтажный дом google утверждает что головной ледник юст и доль сбрин толщиной 600 метров это как двадцать девяти этажик поставленных друг на друга иногда идти приходилось по узеньким тропкам выдолбленным в леднике рядом с вековыми трещинами и снимать с риском для жизни висеть над пропастью вцепившись в ледоруб не пришлось но шквальный порывистый ветер сбивал с ног я цеплялась за веревку втыкала в лед кошки и сползала боком как учил инструктор здесь наверху температура плюс 5 когда в долине все 20 совсем не сложно идти в кошках по ледорубам помогаешь себе как палкой при ходьбе но хочется смотреть не под ноги где вырублены ступени шириной в ладони течет вода а вокруг все вы слышали что ледники тают и глобальное потепление неизбежно обрушится катастрофой в скором времени а мы это увидели своими глазами ходить по снегу совсем не страшно но это лед не снег и рядом с тропой пролегают опасные трещины глубиной около 50 метров я никогда не забуду этот день эти яркие ни с чем не сравнимые впечатления норвегия особенная страна мы спланировали маршрут таким образом чтобы каждый день был удивительным и дарил новые эмоции при кистулин тралтунга водопады маяк впереди еще гейрангер лафатенские острова альта и нордкап это просто супер восхождение на ледник это фантастика это классно ледник останется в памяти навсегда не жалко на такие эмоции денег времени сил ради чего мы живем до до встречи следующей серии мы в таком закутке поселились не такой шум вообще не детский потому что потому что за забором у нас доброе утро друзья мы кемпинге нигарцбрим часа через полтора два будем отсюда уезжать и слава богу потому что холодрыга бешеная кошмар кошмар сегодня 3 августа ровно половина нашего путешествия 19 года пока пока